еще раз добрый вечер дорогие гости нашей сегодняшней встречи на которой присутствуют и партнеры и инвесторы в технологию струнного транспорта ну а также возможно те люди которые сегодня еще впервые или только лишь впервые узнают о том что есть такая инновация в сфере транспорта есть инновационный способ по финансированию таких огромных больших отрасли образующих проектов как на примере сегодня мы с вами об этом и будем говорить о технологии и развитии струнного транспорта каким способом такая инновация была внедрена за крайние 10 с половиной лет прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу или так скажем приступим к теме которую мы будем обсуждать я бы хотел посмотреть какая у нас сегодня география из каких стран и городов присутствуют на этой встрече люди сегодня у нас вторник 27 августа время 18 часов 14 минут по среднеевропейскому и благодарен заранее что вы уделили время на сегодняшнюю встречу и хотел бы понимать из каких регионов и стран присутствует сегодня на этой встрече наши гости пожалуйста у вас есть чат напишите напишите из какого города и страны и являетесь ли вы инвестором технологии струнного транспорта если да напишите город страна и я инвестор либо город страна не инвестор я вижу у нас есть партнеры из индия бакару стил сити чархант индия да вижу что очень много партнеров из индии из россии самара вот юрий костров пишет далее альпур алипур махашатра но я так понимаю да господин сураж да вы из индии так также индия но очень много партнеров до из региона индии но это неудивительно это сейчас самая большая страна по численности населения вижу вот присутствует партнеры и инвесторы из соединенных штатов кстати я так понимаю это стоит ханаман саид нам с вами нужно отдельно встретиться и пообщаться но напишите мне после встречи хорошо так далее сатишка кд салапур махаштра это я так понимаю тоже индия но я так я вижу что много партнеров у нас присутствует из этого региона это здорово друзья это радует и хочу сказать что в принципе в ближайшее время наша платформа но сегодня обо всем по порядку но наша платформа в этом регионе будет иметь достаточно большое активное развитие поэтому друзья будущих перспективах развития нашей деятельности мы тоже сегодня в конце встречи поговорим ну что тогда полноценно начинаем нашу встречу география у нас как всегда большая вот мы сегодня увидели как минимум три континента потому что я знаю что есть еще партнеры из южной африки которые тоже присутствуют на встрече поэтому мы имеем имеем большую географию большое количество стран и регионов а для начала я представлюсь меня зовут максим и сып я являюсь инвестором технологии струнного транспорта с 2014 года с 2020 года я руковожу краудфандинговой онлайн платформой rsw systems и занимаюсь этим направлением в целом краудфандинговым направлением уже 11 год своей жизни это достаточно большой отрезок времени считаю что в этой области я сумел реализоваться получить достаточно большой опыт в коммуникации с людьми крупными инвесторами мелкими инвесторами инвесторами из краудфандинга государственными структурами имею большой опыт в продвижении этой технологии абсолютно на разных уровнях и очень рад что имею возможность помогать в развитии того направления которым мы сегодня будем говорить но начнем мы нашу встречу и нашу тему с того что каким способом данная технология смогла реализоваться смогла осуществиться и как говорится по простому родиться в этом мире появиться на свет это на самом деле действительно уникальная история которой без не побоюсь этого слова без преувеличения во всем мире за последние столетия еще таким способом такой масштабный проект не реализовывал но вот что это за проект что это за технология почему она такая масштабная мы сегодня вместе с вами об этом мы поговорим формат нашей встречи будет проходить из двух разделов первый раздел мы с вами поговорим об инновации об инновациях которые произошли в мире за последние 200 лет за последние два века когда технологический прогресс дал очень большой рост и мы его с вами наблюдаем в нашей последней жизни и уже без многих вещей которые для нас привычны мы не представляем нашу жизнь хотя буквально всего лишь 100 200 лет назад об этом можно было только мечтать и этим занимались по-настоящему нас такие истинные инноваторы и люди которые хотели изменить этот мир так вот друзья да вижу еще вот пишет андре что из канады еще один континент добавляется да поэтому друзья тут у нас действительно география очень большая но вот почему эта география такая огромная почему такая огромная география почему так много людей и этот проект привлек сотни тысяч людей внимания и в принципе привлек сторонников я думаю после в конце нашей встречи для многих людей особенно кто это будет слышать впервые станет понятно что это неудивительно потому что впереди еще миллионы миллионы людей а возможные десятки миллионов людей станут нашими клиентами клиентами как нашей платформы так и в принципе инвесторами в технологии струнного транспорта потому что за этим направлением большое будущее на ближайшие десятилетия вперед почему это так мы вместе с вами сделаем выводы так вот друзья формат встречи поговорим об инновациях как это все происходило за последние несколько сотен лет и поговорим о том как та инновация о которой сегодня будет идти речь изменит мир в будущем как уже она меняет перспективу дальнейшего развития в направлении в частности транспорта логистики сохранения природы и всего того ценно ценного что создана творцом и какая лично для вас выгода в том чтобы к этому проекту присоединиться поддержать эту технологию и самое важное стать ее совладельцем поэтому вот два таких тезиса мы сегодня с вами разберем на нашей с вами презентации один только у меня к вам одно предложение или точнее просьба во время эфира не писать вопросы потому что сегодня вопросы связанные с нашей так скажем текущей работой которую мы проводим регулярно на эти вопросы я отвечаю по четвергам мы подробно разбираем насущные темы мы разбираем достижения компании которые происходят на на протяжении недели месяца либо каких-то квартальных событий то есть знаковые вещи мы и события обсуждаем по четвергам это мои прямые эфиры которые уже традиционно проходят каждый четверг 18.00 поэтому там вопросы мы эти обсуждаем сегодня на текущей встрече мы говорим о презентации как нашей деятельности в сфере краудфандинга кому неизвестно что это такое я сегодня расскажу и о презентации технологии струнного транспорта в конце встречи если у вас будут конструктивные вопросы по теме которую мы сегодня обсуждаем то я конечно с удовольствием на эти вопросы отвечу и соответственно формат формат или регламент нашего мероприятия это буквально 40 минут час от начиная от того от 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 7 минуты да у нас сейчас 18 23 я думаю что в 19 19 15 максимум мы закончим эту встречу так там кто-то написал кто-то из партнером чтобы я связался с ним я сейчас себе сохраню ваш телефон быстро давайте чтобы мы не отвлекались я это сделал хорошо друзья тогда мы можем начинать а начнем мы с вами с того что я думаю каждый из вас согласится что за последние несколько сотен лет наш мир во всех странах и жизнедеятельность человека очень кардинально и сильно изменились и это отражается абсолютно на каждом нашим с вами шаге в течение дня это отображается на нашей с вами повседневной жизни и даже то что мы сейчас с вами находимся за тысячи километров друг от друга мы имеем возможность коммуницировать по видео связи по аудио связи передавать информацию за доли секунды это очередной показатель научно-технического прогресса и благами которого мы с вами пользуемся и хотел бы задать вам вопрос скажите пожалуйста вот учитывая то что за последние несколько сотен лет наша жизнь действительно кардинально поменялась но на ваш взгляд в каких сферах эти изменения произошли и что позитивного в этом плане произошло что дал дал научно-технический прогресс нашему современному обществу когда цивилизация начала развиваться с помощью внедрения тех или иных инноваций вот какие сферы это охватило напишите вам пожалуйста ваше мнение вашу точку зрения и что вы думаете на этот счет вот пока вы будете писать да я сделаю небольшую оговорку что в формате вопросов ответов интерактивного обсуждения данной темы мы будем общаться да то есть как бы вот я чем-то говорю даю вам возможность написать ваше мнение ваши мысли мы их дальше фиксируем переходим к следующей под теме вот такой интерактив я очень люблю потому что тогда вы тоже чувствуете частью себя этого процесса который называется эфир презентация либо просто онлайн встреча и вот пошли первые комментарии от вас элементарно связь через интернет через различные социальные сети в режиме онлайн сфере информационных технологий написал юрий костров да это одна из сфер которая действительно очень сильно поменяла нашу с вами жизнь мы как вот александр написал даже 30 лет назад мы не могли представить такой прогресс как сейчас и это действительно друзья очень сильно изменило многие процессы в этом мире даже элементарно вот развитие в сфере информационных технологий позволило достойно пережить один из крайних кризисов который был в мире связанный с большой пандемией которая охватила всю планету и благодаря как раз именно прогрессу в сфере информационных технологий многие бизнесы выжили потому что перевели бизнес в онлайн режим многие люди продолжили свою работу делая это дистанционно находясь дома но вот как раз такая такой прогресс до информационной он и позволил многим адаптировать свою жизнь и так скажем не уйти в глубокий кризис назовем это так но с другой точки зрения конечно такие техногенные и другие катастрофы которые в мире происходят они неизбежны но научно-технический прогресс помогает их решать и адаптироваться к сложившимся обстоятельствам окей это мы с вами сейчас задронули так скажем сферу нашей жизни которая касается коммуникации передачи информации так далее что еще произошло за последние несколько сотен лет я вижу один комментарий на английском языке и он звучит так транспортная отрасль мира стала более единой совершенно наверное очень андрея с вами согласен это первое в принципе с чего начались инновации в современном мире около 200 лет назад я не буду говорить там точную дату потому что я ее не помню но в районе 150 200 лет назад был придуман первый паровоз да и это сделал если не ошибаюсь такой господин как стефенсон который с которого начиналось ими именно это отрасль железнодорожного сообщения и вот тогда было положено начало новому новому подходу в перемещении людей грузов в том чтобы это было быстрее чтобы это было более безопасней и даже если взять что было до этого да как альтернатива это был гужевой транспорт до использовались лошади использовались там буйволы например которые с помощью которых орошали не орошали точнее взрыхляли землю обрабатывали землю до использовались животные да для того чтобы перемещаться как физически человеку так и решать какие-то промышленные вопросы ну в частности например попе аграрные вопросы связанные с обработкой земли использовали животные вот с появлением железной дороги люди начали перемещаться гораздо быстрее это позволило соединить большое количество городов и стран с помощью этой технологии транспортной железнодорожной если говорить например об аграрном секторе то тут нишу заняли автомобили это вот следующий прогресс который смог реализовать и масштабировать непосредственно генри форд да это в принципе первая компания и первый человек который смог масштабировать автомобильную промышленность и ее внедрить и сделать автомобиль более доступным для большого количества людей соответственно вот один очень интересный факт из истории соединенных штатов что именно развитие железной дороги позволило соединенным штатам иметь очень большой прогресс как в экономике как в развитии других отраслей например как нефтедобыча я рекомендую для того чтобы вот вам посмотреть на практике да и увидеть как развивалась история соединенных штатов америки есть очень хороший фильм называется мужчины построившие америку или люди построившие америку есть два даже несколько вариаций названия но можете смело для себя запомнить и забить потом на ресурсах на которых вы можете посмотреть и этот фильм его снимал не если не ошибаюсь либо discovery либо history очень хорошая интерпретация или даже не интерпретация а вот показ как документально-художественный фильм который показывает как инновации поменяли и изменили в принципе соединенные штаты и сделали их той страной которая она сейчас является с одной из самых сильных экономик в мире так вот как раз именно железная дорога позволила соединить все штаты между собой параллельно с этим развивалась добыча нефти и это тоже очень сильно повлиял повлияло на развитие так скажем не только этой страны а и в целом на ведь эту модель дальше уже копировали и другие страны да потому что там даже железная дорога потом появилась и на евроазиатском континенте да например большая на тот момент российская империя смогла соединить свои крайние точки и наладить логистику и транспортное сообщение по которому люди быстро относительно по тем временам добирались из точки а в точку б европа тоже соединил соединила полностью все свои страны и сейчас мы видим что эта технология например железнодорожного транспорта транспортная технология она просто усовершенствуется на за этот промежуток времени поезда стали более комфортными поезда стали более быстрыми если говорить о тех которые были там 150 лет назад но есть один такой интересный парадокс что касается например грузового транспорта скорость подвижного состава средняя вот если я не ошибаюсь по данным там 15 16 годов средняя скорость подвижного состава доставки грузов с помощью железной дороги всего лишь 16 километров в час 16 километров в час то есть здесь речь идет не о том что поезд движется с этой скоростью здесь считается соотношение когда поезд выезжает и прибывает к месту назначения к заказчику его там средняя скорость очень небольшая поэтому вот как не странно до технологии там около 200 лет но с точки зрения быстроты мобильности доставки грузов особо ничего не изменилось это средняя скорость она остается достаточно очень маленькой вот такой интересный факт далее друзья мы с вами затронули тему изменений в области айти да в передаче информации в транспорте какие еще сферы какие еще сферы жизни изменились в нашем мире за крайне лет так 50 какая сфера которой мы каждый день имеем отношения каждый день ну кстати к транспорту мы можем еще добавить мы автомобили затронули транспорту мы можем добавить авиасообщение да это были такие новаторы и первопроходцы как братья райт которые сделали первый самолет и оттуда пошла целая тоже отрасль которая хватило в себя абсолютно большое количество других отраслей это авиастроение авиасообщение и сейчас люди уже могут путешествовать десятилетиями не только между странами а между континентами делать трансатлантические перелеты например из европейского континента в соединенные штаты например там северную америку в южную америку да и в любую другую точку это конечно тоже большое достижение далее вот григория написал медицина инновации в ней частности аппараты и препараты согласен тот же самый пенициллин до который был впервые применен и до показал свою эффективность это конечно позволило с помощью антибиотиков очень сложные на тот момент даже на сегодняшний момент заболевания достаточно эффективно быстро лечить выводить человека в ремиссию и скажем так стабилизировать состояние здоровья что также влияет на продолжительность жизни людей но это если брать банальный пример если говорить конкретно о антибиотиках пенициллине и я уже не говорю за то что мы подходим к тому что с помощью искусственного интеллекта в медицине скоро будут пересаживать чуть ли не части тела человека да вот одна из последних информации которая была по поводу медицины я читал когда просто пересаживается голова человека на тело здорового человека и таким образом как бы происходит ну омоложение да то есть на молодое тело пересаживается условно говоря старая голова но вот к этому она все идет да кажется это сейчас фантастика чем-то нереальным но с помощью искусственного интеллекта за считанные минуты делаются сотни тысяч манипуляций потому что это все соединяется с помощью определенных спаек да это тысячи сосудов сотни тысяч сосудов которые нужно сделать и вот и к этому медицина идет я даже не затрагиваю тему то что уже давно пересаживаются органы и сердце и печень и почки и все остальное конечно это большое достижение и многие люди могут с комфортом продолжать свою жизнь даже имея серьезные хронические заболевания но современная медицина в этом плане тоже очень сильно шагнула вперед хорошо и вот александр подводит такое резюме да с появлением интернета мобильных телефонов цифровых технологий крипты мир сильно поменялся осталось разобраться с транспортом и вот здесь я с александром очень сильно соглашусь по одной простой причине вот давайте так на сфере цифровых технологий информационных давайте назовем так информационных технологий инновации постоянно растут то есть например в начале был вот обычная телефонная связь это что же когда-то была инновация когда по телефону набирали в аналоговом формате цифры звонили по проводам передавалась связь и люди могли общаться друг с другом но произошла инновация появилась мобильная связь у людей появились мобильные телефоны и сейчас за доли секунды в любую точку мира человек может позвонить не только в аудио формате еще и включить видео там использовать мессенджеры там в айфоне это фэйстайм или любой другой там телеграм ватсап вайбер и по видеосвязи общаться с со своими друзьями коллегами и так далее родственниками и инновации происходят и постоянно усовершенствуются далее медицина мы тоже обсудили она постоянно совершенствуется постоянно придумывает фармакологи и новые лекарства до которые где-то они могут быть вредными где-то они действительно спасают жизни но как говорится все есть яд все есть лекарства да то есть если все с умом делать и правильно подходить то конечно в этом плане медицина очень людям сохраняет продлевает жизнь далее в сфере финансов тоже инновации постоянно внедряются и они дают возможность людям чувствовать себя более мобильными и комфортно что я имею ввиду ну например если раньше там лет 50 назад ходили только фиатные деньги живые деньги когда люди за кэш за наличные могли делать расчеты там в советском союзе были периоды когда использовали талоны по талонам там покупали какую-то продукцию и так далее но это больше было связано с какими-то кризисными моментами и так скажем с определенной экономической ситуации в стране но тем не менее да то есть фиатные деньги либо вот что-то аналогичное похоже на это когда можно было за какие-то бумажки что-то приобрести потом в восьмидесятые годы возможно даже в семидесятых точно не помню но буквально там 30 лет назад 40 лет назад начали появляться электронные карты электронные деньги у каждого из вас они есть кредитные дебедовые дебетовые дебетовые карты когда у человека в электронном виде хранятся деньги этому поспособствовала предыдущая технология это айти информационные технологии они появились помогли сфере так скажем финансовых инструментов усовершенствоваться то же самое это отразилось и на фондовых биржах на фондовых рынках если раньше вот кстати когда будете смотреть фильм мужчины построивший америку там было очень хорошо показано как проводились первые торги акций да когда это был просто условно говоря там определенная комната в которую приходили люди и в бумажном виде хотели купить акции той или иной компании был человек который фиксировал запросы цену так скажем тогда таким образом формировалась цена и это все происходило в таком механическом режиме айти технологии начали развиваться сейчас все фондовые рынки работают в цифровом формате и никто уже не делает так как это делал раньше там буквально 80 100 лет назад то есть там тоже произошел определенный прогресс далее друзья технологии сфере трансфере транспорта если мы с вами возьмем глобальные посмотрим на каждый вид транспорта который мы с вами знаем вот тут к большому сожалению инновации не произошло и есть этому прямые факты и я думаю вы с ними согласитесь вот был придуман первый паровоз до потом это стали поезда которые на разном виде энергии ездят то есть вначале это были паровозы потом это тепловозы то где использовался там дизель как топлива в некоторых уголь ну и так далее и так далее но по факту что собой представляет железная дорога рельсы шпалы подвижной состав и вот он едет из точки а в точку б с одной стороны безопасный вид транспорта с одной стороны да вот если сравнивать там с автомобилями к примеру к примеру к примеру но люди не думали когда внедряли эту технологию что например железная дорога она очень сильно имеет большое влияние на экологию в частности на саму почву да и если говорить об этой сфере люди никогда не думали когда внедряли на железную дорогу что просекая пути да вот делая пути через леса через какие-то заповедники и так далее что это будет очень сильно влиять на популяцию тех или иных животных потому что животные как правило не перемещаются или если они делают миграцию во время движения поездов они погибают и вот чтобы этого не происходило вдоль путевых сообщений на железной дороге строить специальные ограждения таким образом это влияет на популяцию животных а в нашем мире в природе все замкнутый есть цикл да когда что-то нарушается нарушается популяция одних животных это влияет уже потом на биосферу и вот начинается круг раскручиваться определенных последствий от внедрения таких инноваций поэтому к чему я просто говорю что вот инновационных вещей за 200 лет в железном дорожном транспорте не произошло да появились поезда там на магнитном подвесе они ездят там со скоростью 500 600 километров в час но как показывает практика и опыт данная технология очень небезопасна в первую очередь потому что были несколько случаев когда такое сообщение по определенным причинам заканчивалась трагедией другой момент себестоимость строительства такой технологии как поезд на магнитном подвесе она очень дорогая и говорить о рентабельности я уже не говорю там об окупаемости такие проекты окупаются минимум полвека для того чтобы построить и эксплуатировать и получить какой-то возврат средств то есть такие такие сферы они датируются государством они убыточные несмотря на то что да они комфортные с точки зрения нахождения внутри если это все просто обобщить друзья в сфере железной дороги не было просто напросто дальнейших инноваций была просто модернизация и то же самое касается автомобилей вот как было придумано 4 колеса двигатель внутреннего сгорания и кабина трансмиссия кабина и все вот так вот сейчас автомобили ездят по сей день на момент 2024 года да они модернизированы да они современные да они комфортные отчасти в большей степени они безопасны безопасны в каком плане если сравнивать на дистанции там 30-50 лет назад если там 50 лет назад был только или там 40 лет назад придуман я не помню точно но когда компания Вольво сделала первый ремень безопасности дала этот патент и саму технологию да она его запатентовала но дала в свободный доступ и все производители автомобильного транспорта смогли использовать как систему безопасности это ремни которые фиксируют человека на сиденье и уменьшают шансы на получение травм и его гибели дальше появились подушки безопасности в большом количестве в огромном ну а последние там 10 лет 15 лет появились уже определенные датчики которые срабатывают на ну даже не 10 лет это наверное я преувеличиваю буквально там 5-7 лет назад таких компаний как Ауди BMW Мерседес появились датчики такие вот я знаю когда приближается какое-то препятствие автомобиль там приподнимается и берет удар на себя нижняя балка автомобиля что дает возможность меньше тоже получить травм человеку в данном в данном автомобиле но это все друзья не является инновацией это все модернизация вот модернизация инновация это абсолютно разные вещи поэтому вот как ездили автомобили на четырех колесах по асфальтированной дороге которая также несет в себе огромнейший вред для нашей окружающей среды что абсолютно также равноценно влияет и на миграцию животных как в сфере железной дороги так губит саму почву и это занимает огромнейшую огромнейшую территорию вот это так скажем то что закопано да или за закатано асфальтом да в асфальт катком это территория и вот если это все соединить это территория огромнейших стран мира и вот то же самое происходит с железной дорогой поэтому вот в сфере транспорта инноваций не было и вот наверное друзья пришло время пришло время когда в сфере транспорта должен был произойти определенный прорыв и вот вы наверное заметили что за последние лет 10 некоторые компании задекларировали что они хотят помочь людям перемещаться на больших скоростях делать это либо под землей либо делать это в вакуумной трубе что позволит там развивать скоростя в 500 700 тысячу километров в час и такие компании технологии мы знаем это технология Hyperloop которая занималась несколько компаний одна из которых компания Ричарда Брэнсона британского миллиардера одна из компаний американского миллиардера Илона Маска и еще одна компания которая тоже не помню ее название которая тоже пыталась внедрить технологию Hyperloop и как ни странно все эти начинания были их старт был где-то 13 14 15 года как раз именно в тот период времени когда была начала начала внедряться технология струнного транспорта о которой мы сегодня с вами поговорим но вот прежде чем перейти к решению транспортной проблемы и какая технология транспортную проблему решает я бы хотел бы подвести небольшое резюме из вышесказанного за крайние 20 минут обсуждения этой темы вот если мы все обобщим я имею ввиду смотрите коммуникация да это инновация в сфере информационных технологий финансы это простота и удобство перевода денежных средств когда сейчас из любой точки мира вы можете перевести деньги своим друзьям родным и близким за считанные доли секунды благодаря электронным деньгам или цифровым деньгам в виде криптовалюты следующая сфера например медицина да сейчас быстро человеку можно поставить диагнозы вот кстати то что мы не сказали сегодня на ранних стадиях даже сложнейших заболеваниях людям быстро ставят диагнозы с помощью мрт магнитно-резонансной терапии томографии извините с помощью ряда других исследований узи и прочее это все быстрота мобильность и скорость от этого будет зависеть будущее человека будет он жить или не будет если будет жить то как да здоровом комфорте ну понимаете о чем я говорю так вот даже возьмем эти три сферы перемещение перемещение людей не так передача информации передача информации передача средств и например быстрая постановка диагнозов и быстрое лечение все это говорит о чем о том что люди в современном мире хотят мобильности и быстроты потому что мир настолько быстро развивается что современному человеку нужно быстро решать свои повседневные задачи элементарно вот если раньше люди варили кофе там в турке готовили его более длительным путем то сейчас есть просто кофемашина которая тебе за 30 секунд сделает твой любимый ароматный кофе какой бы ты не пил то есть это тоже упрощает жизнь то есть все это подчеркивает один факт люди в современном мире хотят мобильности быстроты и комфорта и что не маловажность на безопасности так вот в сфере транспорта друзья такой инновацией которая бы решила мобильность безопасность и комфорт в полноценном виде как это должно быть этого не произошло и вот в четырнадцатом году лично я узнал о том что в сфере транспорта начинает зарождаться технология которая действительно сможет дать людям решение проблемы по перемещению безопасно с точки А в точку Б как в городе так и в межгороде в перспективе и между странами зарождается технология которая позволяет перемещать грузы абсолютно любого характера сыпучие жидкие и перевозки контейнеров и прочего делать это тоже быстро и самое главное безопасно самое главное экономически более выгодно чем любой вид другой вид транспорта это технология которая при внедрении которой не страдает ни экология не страдает ни в каком виде окружающая среда и не вредит абсолютно всему живому того что есть в этом мире и эта технология друзья называется технология струнный транспорт юнитского технология на английском языке звучит как UST юнитский string technology и эту технологию разработал ученый человек который посвятил разработкам разработкам чертежам различного рода исследованиям посвятил более половины своей жизни и этот человек зовут его Анатолий Эдуардович юнитский в 14 году обратился к мировому сообществу с тем что у него есть решение вот всех тех проблем которые мы перечислили и ряда других потому что я затронул всего лишь маленькую часть того что решает эта технология так вот друзья в 14 году эта технология представляла собой большой бэкграунд и так скажем большую историю того попыток этого человека эту технологию внедрить показать как она работает популяризировать ее и так далее но на каждом из этих этапов до 14 года Анатолий Эдуардович юнитский сталкивался с определенного рода непониманием возмущением сопротивлением даже в некоторых случаях с гонениями со стороны как будущих конкурентов так и некоторых даже государственных структур которые не хотели и не позволяли эту технологию внедрять потому что в этом мире к сожалению или к счастью присутствует конкуренция и не всегда что-то новое воспринимается как действительно стоящее и воспринимается на ура и вот немного отойдя сейчас от этого так скажем тезиса я вам задам вопрос скажите пожалуйста вот на протяжении всей истории тех инноваций которые мы сегодня озвучили как относились к людям которые эти инновации придумали ну например давайте возьмем создание первого в мире компьютера домашнего компьютера я имею ввиду не электронно вычислительные машины которые применялись в производстве а домашний компьютер и сделал это никто иной как стив джобс со своей командой и он первый домашний компьютер назывался макинтош вот кто из вас знает историю этой компании каково была реакция какова была реакция мирового сообщества а в частности людей которые впервые об этом услышали что они говорили по поводу по поводу по поводу нужен ли вообще будет домашний компьютер это вот небольшое отступление вы сейчас поймете почему я этот вопрос задаю и какое он имеет отношение к Анатолию Эдуардовичу Юницкому вот Григорий написал скептицизм присутствовал всегда на протяжении всей истории человечества абсолютно согласен еще еще какие мысли у вас есть друзья как всегда на протяжении истории относились к инноваторам людям которые меняли современный мир друзья давайте по актине а то только один Григорий написал давайте вспомним с вами вот давайте я пока прокомментируя пример который приводил я приводил за продукцию компании Apple вот первый макинтош Стив Джобс презентовал в университете он собрал достаточно продвинутых коллег да или даже так скажем определенное научное сообщество это было в одном из институтов и он продемонстрировал что вот мы с командой с моим партнером создали домашний компьютер который будет в каждом доме он будет решать те или иные задачи это отдельный телевизор отдельная так скажем клавиатура и так далее и так далее вот есть фильм он так и называется Стив Джобс империя соблазна обязательно вы можете тоже посмотреть все эти фильмы о которых я говорю они расширяют кругозор и понимание того что инновации рождаются непросто и инновации это внедрение и рождение инноваций это достаточно сложный и нелегкий путь так вот я что хочу сказать вот когда он презентовал первый домашний компьютер все подумали а зачем кому это будет нужно домашний компьютер или вообще в целом компьютер в понимании в семидесятых годах это была вот большая огромная электронно-вычислительная машина которая помогает в производстве в каких-то технологических процессах а первые компьютеры были вообще как размер моей комнаты это были огромные такие вот механизмы да там с кучей плат схем и прочей технической части но прошло буквально несколько лет несколько лет эта технология начала внедряться очень повсеместно компьютеры домашние начали продаваться с очень большим объемом и это привело к тому что компьютеризация очень сильно повлияла на другие сферы жизни человека начиная от финансовой где банковская система полностью перешла как я уже говорил те же самые фондовые рынки банковские структуры да все все стало оцифровано и компьютеры очень сильно упростили жизнь человека и сейчас у каждого человека не только компьютер в доме а у него компьютер в кармане в виде мобильного телефона да вот это все уже компьютер причем по сути современному человеку домашний стационарный компьютер он уже не нужен то есть технологии настолько это шагнуло вперед да что сейчас это без этого многие люди свою жизнь не представляют но поначалу говорили что это просто никому не нужно и это лишнее а не то что трата времени когда они прослушали Стива Джобса на этой презентации а вообще это будет убыточное никому не нужное направление далее друзья давайте вот еще один пример и возьмем самолеты да братья Райт когда сделали первый самолет который был очень примитивен он был сделан по сути из дерева и картона но помните какое тогда бытовало мнение что самолет или точнее предмет тяжелее воздуха он не сможет взлететь да оторваться от земли но вот эти инноваторы они этот стереотип сломали и всему миру доказали что абсолютно обратное и сейчас многие из вас неоднократно пользуются авиасообщением для того чтобы достаточно за достаточно короткое время преодолеть большое расстояние поэтому к чему я говорю Анатолий Эдуардович Юницкий не является исключением как инноватор как человек который предложил миру решить недостатки современной транспортной логистической системы и вот технологию струнного транспорта которую он предложил внедрить она эти проблемы решает но он как инноватор почему я говорю что большую половину жизни он потратил на это он сталкивался с этим сопротивлением сталкивался с гонениями и люди которые имели возможность его поддержать имели возможность его как-то профинансировать не всегда не всегда преследовали правильные и так скажем благие намерения чтобы эта технология была внедрена и вот если провести еще параллель того каким способом те технологии о которых я говорил были так скажем реализовались это всегда были большие и крупные частные инвестиции это было как с компанией apple так же было с компанией google так же было с компанией facebook и с рядом других компаний которых вы знаете которые перевернули этот мир и сделали его инновационным во всех тех сферах о которых я говорил это всегда были крупные инвесторы но как правило всегда это заканчивалось тем что крупные инвесторы рано или поздно имели очень большое влияние на собственников этих компаний над влияние над авторами этих технологий и тот же самый банальный пример со стивом джобсом если вы знаете историю компании apple то вы помните что его несмотря на то что он основатель главный идейный вдохновитель всех процессов которые происходили в компании его уволили из той компании которую он создал и вот анатолий эдуардович уницкий на протяжении многих десятилетий искал партнеров и соратников которые бы смогли стать его стратегическими инвестиционными партнерами потому что на любую технологию прежде чем ее показать миру необходимо колоссальные суммы денег на то чтобы создать продукт а чтобы его создать необходимо спроектировать создать команду инженеров конструкторов и так далее и так далее потом провести тестовые испытания пусконаладочные работы потом это все нужно сертифицировать и это очень большой объем инвестиций и вот несколько предложений на протяжении десятилетий у Анатолия Эдуардовича таких людей были но они заключались в том что эти люди крупные инвесторы так называемые особенно на том периоде развития технологии они говорили следующие вещи я сейчас обобщаю не буду говорить конкретные примеры но просто суть была следующая она заключалась в том что окей мы условно финансируем твою технологию но большая часть в процентном соотношении долей будет принадлежать нам и Анатолий Эдуардович как дальновидный мудрый человек никогда на эти условия не соглашался потому что вот элементарный пример того же Стива Джобса показывает что когда ты отдаешь свою технологию в управление в руки людям которые в перспективе могут лишить тебя же своего бизнеса поэтому он на эти условия никогда не соглашался и вот наступил четырнадцатый год период когда Анатолий Эдуардович понимал либо сейчас либо никогда и на тот момент уже благодаря опять же информационным технологиям активно начала развиваться или даже не то что активно а как альтернативный метод финансирования инноваций был развит и показал свою эффективность такой способ как краудфандинг краудфандинг друзья это процесс финансирования стартапа либо какой другой идеи которая требует финансирования и вот допустим человек является автором идеи либо инженером конструктором но идея классная а денег у него полноценно реализовать на это нет поэтому поэтому и появился способ краудфандинг когда народ да дает возможность за свои средства реализовать человеку его идею но Анатолий Эдуардович пошел еще по более интересному пути интересному именно для тех людей которые в этом процессе будут принимать участие он сделал оценку своей интеллектуальной собственности которая была оценена при в будущем при капитализации ее внедрения в очень большие солидные деньги это сумма за 400 миллиардов долларов это оценка его интеллектуальной собственности на технологии струнного транспорта по британскому праву эта технология была внесена в уставной капитал той компании которая была основана в тринадцатом году это компания global transport investment и через эту компанию начался процесс финансирования самой технологии с помощью краудфандинга но не просто краудфандинга а именно инвестиционного краудфандинга на платформе которой мы сейчас с вами все и находимся наша платформа называется rsw systems и она именно была первой платформой через которую этот процесс начался а инвестиционный краудфандинг друзья это очень разумная и мудрая модель которая позволяет человеку стать совладельцем интеллектуальной собственности взамен на свои вложенные средства и вот когда технологии еще нет но есть вера в то что человек который задекларировал что он эту технологию создаст люди начали инвестировать в это направление взамен они начали получать выписку из реестра акционеров дольщиков компании и соответственно в четырнадцатом году был презентован такой бизнес план как вектор развитие этого направления он назывался тот момент этап развития он сейчас и есть этап развития внедрения технологии струнного транспорта он сейчас и есть но он скажем так был как вектор и направление того как технология будет реализовываться на протяжении определенного количества времени и этот период эти этапы Они были разделены на 15 этапов. И за этот период времени, за крайние 10,5 лет, компания прошла уже 90-85% этого пути, что касается непосредственно создания технологии струнного транспорта, которая в себя включает три основных направления. Первое направление, друзья, этой технологии – это городской транспорт, который будет перевозить людей между городами, или даже не так, перевозить по городу, как городской транспорт. Второе – технология городского струнного транспорта включает перевозку людей между городами и между странами. Это первое направление. Второе направление, друзья, это грузовой транспорт, который может применяться в перевозке, как я уже говорил, сыпучих грузов, жидких грузов, перевозке контейнеров, да и в принципе любой сложности перевозок, связанных с грузовым направлением и с грузовой логистикой. И вот за крайние 10 лет, а я бы даже сказал за крайние 8 лет, потому что когда вы будете изучать историю развития технологий с 2014 года, вы поймете, что по сути основную деятельность компания начала уже где-то в 2016-2015 годах. Поэтому мы можем смело сказать, что то, что сейчас вы увидите на презентации, я вам покажу видео, чего мы достигли за этот промежуток времени, это было сделано всего лишь за крайние 8 лет. Так вот, друзья, это два направления, которые компания уже реализовала и которые она сертифицировала и имеет в виде двух коммерческих продуктов. Это грузовой и городской транспорт. Что он собой представляет, как он выглядит, я вам покажу во втором видео, но в первом, прежде чем мы увидим с вами, что собой представляет технология струнного транспорта, я бы вас хотел все-таки познакомить в одном маленьком коротком видео, познакомить с самим создателем этой технологии, с Анатолием Эдуардовичем Юницким, который для того, чтобы создать вот то, что он создал, создать команду, которую он смог собрать за относительно короткий промежуток времени, а на минуточку это сейчас около тысячи сотрудников, каждый из которых имеет высокую квалификацию, это инженера, конструктора, даже есть кандидаты технических наук, доктора технических наук, это большой, серьезный коллектив, и сама команда Анатолия Эдуардовича, его компания, она имеет статус научно-исследовательского института. И это уже, друзья, не шуточки, это уже вот как раз тот период времени, когда мы дожили и увидели на своих глазах, что те насмешки, сомнения, препятствия уже не имеют никакого значения, потому что то, что достигнуто, и тот статус компании, который есть сейчас, он уже неоспорим. Поэтому, если человек сейчас говорит на черное-белое, а на белое-черное, ну, по всей видимости, у него, наверное, проблемы со зрением и с восприятием цветовой гаммы этого мира. Потому что сказать, что технология струнного транспорта, она нереальна или она нереализована, ну, это уже, как минимум, ну, такие глупые утверждения, скажем так. Так вот, друзья, хотел, хочу вас познакомить для начала с основателем технологии струнного транспорта, а после я вам покажу, чего мы добились с помощью инвестиционного краудфандинга за этот относительно короткий промежуток времени. Сейчас я включу демонстрацию своего экрана, и каждый из вас сможет посмотреть видео, о котором я говорю. Сейчас, одну секунду. Небольшое вступление перед этим видео. Сейчас делаю демонстрацию. Вам видно мой экран? Напишите, пожалуйста, в чате. Экран видно? Да, видно, отлично. Тогда я делаю его на весь... Нет, так... Приостановлено. Сейчас, секундочку. Вот почему-то, когда делаю на весь экран, получается, что его... Моя демонстрация... Моя демонстрация куда-то уходит. Нет, все-таки так слетает. Окей, друзья, тогда сделаем... Теперь я буду... Моя демонстрация... Моя демонстрация в том... Моя демонстрация куда-то и 읽ать. И RPL... вот так вот небольшое вступление перед этим видео друзья есть основной сайт по всем работам которые сделал Анатолий Эдуардович за крайние десятилетия это огромнейшие достижения друзья это более 200 изобретений которые запатентованы и внедрены потому что Анатолий Эдуардович Юницкий не только является автором и создателем технологии струнного транспорта его разработки касаются определенного машиностроения определенных его разработок в сфере сельского хозяйства в аграрном секторе его технология его разработки охватывают огромный международный и общепланетарный проект который называется USPACE это безракетная технология освоения космоса он за это время написал более 20 монографий постоянно эти научные работы пополняются потому что сейчас вот монографии более 20 и более 200 научных работ ну и само собой его образование оно охватывает несколько высших образований но и сам он имеет более 40 международных дипломов но еще хочу добавить еще хочу добавить друзья что Анатолий Эдуардович Юницкий он все что касается его технологий не только струнного транспорта но и других все технологии запатентованы абсолютно на каждом континенте и в очень большом количестве стран поэтому он очень ответственно подходит к тому что он делает он понимает поскольку он дальновидный мудрый человек он понимает насколько важна защита интеллектуальной собственности и то что мы являемся от части совладельцами интеллектуальной собственности в сфере струнного транспорта для нас это тоже имеет большое значение что технология находится в этом плане под защитой ну и давайте познакомимся именно с философским взглядом Анатолий Эдуардович на то чем он занимается и что он делает итак я включаю экран точнее включая видео давайте посмотрим и после продолжим меня зовут Анатолий Юницкий я инженер создатель бесцветных технологий ключевая из которых струнная технология юницкого или сокращенно юсти то что я делаю это не просто создание нового вида транспорта эстакадного типа и транспортной инфраструктуры на втором уровне это в первую очередь философия ведь речь идет о выживании человечества и спасении нашего космического дома планеты земля лучше которого и роднее которого для земной цивилизации нет и никогда не будет по всей необъятной вселенной ведь наш цивилизационный дом точнее одна большая коммунальная комната не имеющая даже перегородок населенным миллиардами видов живых организмов это даже не вся планета а лишь ее маленькая часть это земная биосфера тончайшая живая пленка на огромном мертвом веществе собранном из космического газа пыли и камней на пути к гармоничному обустройству планеты для жизни всех людей единение живой природы транспорт вести становится важнейшей составляющей точкой роста биосферных технологий надежда на это прекрасно будущее и вера в то что все достижимо дает не силы не опускать руки и продолжать работать со всем возрастающим упорством и вдохновением в исполнении этой миссии и заключается мой путь путь инженера мира так вот друзья как вы сами сейчас услышали анатолий эдуардович позиционирует себя очень разумно я бы сказал и также дальновидно потому что он сказал такую фразу да он ведет работу которая соответствует работе инженера мира и это глубокая фраза он имеет в виду не то что не только лишь то что он является инженером мирового масштаба а мира как он несет миссию да и вкладает в эту философию как его инженерные разработки инновации способны спасти этот мир от техногенной катастрофы но вот что касается уже таких более глубоких вещей я вам просто рекомендую обязательно добавить добавить сайт анатолия эдуардовича юницкого к себе в закладке и здесь вы найдете очень много информации как о самом авторе анатолий эдуардовича юницком да вы сможете ознакомиться с его публикациями которые берут начало еще с шестидесятых годов самые первые здесь размещены это полная библиотека всех его ну вот видите я листаю и только успевай подгружаться всем материалам которые здесь есть они идут на английском языке и на русском языке поэтому здесь изучать информацию технического характера и инженерного характера очень много поэтому только лишь ваше желание и время вот выбрать год шестьдесят шестого по две тысячи двадцать четвертый да по настоящее время здесь есть очень хороший гайд по разбивка по темам альбомы бизнес-планы брошюры видео дипломные проекты лицензии награды телерепортажи которых вот около 48 проектные предложения фотоальбомы экспертные заключения ну и так далее и так далее научные работы научно-популярные статьи которые анатолий эдуардович писал лично и совместно с своими коллегами из разных высших учебных заведений в том числе с кандидатами технических наук профессорами и так далее и так далее далее на сайте анатолия эдуардовича показаны достижения реализации как эти экотехнопарка ю sky блок который он тоже ведет ну и большой большое направление технология ю спейс это геокосмическая программа безракетного освоения ближнего космоса для спасения жизни на земле об этом вы тоже можете посмотреть как на сайте так и на его youtube канале есть отдельный youtube канал анатолий эдуардович юнинского где он регулярно отвечает на вопросы нас как инвесторов на вопросы технического характера ну и в целом все что связано с его деятельностью освещается именно на этом канале но настоятельно рекомендую вам посмотреть фильм который называется одну секундочку следуя за звездой фильм про анатолия юницкого потому что друзья прежде чем так скажем поддержать технологию стать так тут реклама включается это я в инкогнито режиме нахожусь сейчас секундочку мы быстренько пропустим что я просто хотел сказать пропускаем да значит в этом фильме очень хорошо показано показан путь инноватора который был сопровожден так скажем да вот этими сложностями которыми о которых я говорил с недопониманием с преследованием и вот все что связано с тем как современное общество реагирует на внедрение инноваций это очень получить не то что поучительный а очень глубокий фильм который показывает этот нелегкий тернистый путь когда от идеи до реализации есть очень большой отрезок времени на который требуется большая сила духа сила воли упорство настойчивости веры в себя в первую очередь это друзья вот показывает именно этот фильм и вот именно благодаря той психологической подготовки благодаря вере в себя мы и смогли смогли помочь анатолий эдуардович то что сейчас я вам покажу это именно презентация струнного транспорта но именно вот этот подход то есть вот я вам рекомендую в такой последовательности посмотреть вначале фильм об анатолий эдуардович а потом посмотреть презентационный потом дальше изучать всю информацию связанную с технологиями струнного транспорта но просто подчеркиваю друзья что вот именно этот подход и так скажем вот этот стержень который есть у этого человека помог реализовать то что мы сейчас увидим а сейчас я вам хотел бы показать именно презентационный ролик о самой технологической компании струнного транспорта которая смогла разработать испытать внедрить сертифицировать и сейчас выходить на мировой рынок продавая эту технологию итак смотрим и дальше перейдем к завершающей части нашей встречи успешность бизнеса зависит от эффективности предлагаемых компании решений эта формула стала отправной точкой когда в 2015 году мы перевернули первую страницу истории юницкий стрин technologies создать оптимальный транспорт лучший из всего возможного мы шли к этому много лет ставили перед собой только самые высокие планки желали дать клиенту идеальный инструмент для достижения его цели сегодня мы готовы к любым задачам пройденный юницкий стрин технологи с путь это опыт трудных побед в котором закалялась наша команда сегодня в компании более 60 конструкторских бюро 9 этажей проектного офиса свыше тысячи специалистов наша профессия разработка проектирование и эксплуатация комплексов юсти сформированы школы в инженерии и конструирование транспорта инфраструктуры компания имеет весь набор подтверждающих компетенции аккредитовано национальной академии наук в качестве научной организации постоянное развитие высокие стандарты и самое современное техническое оснащение стиль которого мы придерживаемся чтобы гарантировать наилучшие качества мы стремимся сопровождать свои разработки от первого эскиза до воплощения наш производственный центр часть единой цепочки творчества проектирования изготовления комплектующих финальной сборки и испытаний 20 цехов 4000 квадратных метров и более двухсот профессионалов высокоточные станки с числовым программным управлением возможность быстрой перенастройки и оптимизации изготовления самых сложных элементов в самые короткие сроки мы сами производим мотор колеса кузова и рамы наших юнимобилей системы автоматики и безопасности накопители энергии и электродвигатели для того чтобы достичь результата мы построили несколько специальных сертификационных комплексов разные виды дорог различные модели транспорта два типа климатических условий около 60 гектаров испытательно демонстрационных площадей в беларуси и объединенных арабских эмиратах собственные лаборатории объекты энергетики и инфраструктуры сервисные центры диспетчерские автоматизированные системы управления на этих площадках мы тщательно тестируем наши решения чтобы убедиться в их эффективности надежности комфорте и безопасности все решения юсти проектируются производятся и эксплуатируются в соответствии с международными нормативами в подтверждение этого в 2021 году мы впервые получили сертификат соответствия от тиви south west ведущий в мире организации в области безопасности и качества не останавливаясь на достигнутом юницкий string technologies неустанно совершенствует свою продукцию мы знаем что успешность бизнеса зависит от эффективности предлагаемых решений основываясь на лучшем что было до нас не пытаясь подражать никому из тех кто находится рядом мы создаем оптимальные транспортные комплексы настолько хорошие насколько это вообще возможно так вот друзья то что мы с вами сейчас увидели в виде презентации это все полноценный результат совместных действий усилий между автором и создателем технологии струнного транспорта и его созданной командой и краудфандингового сообщества которое поддержало эту технологию своими инвестициями каждый из этих инвесторов а мы с вами все являемся инвесторами в технологии струнного транспорта кто еще не является у меня для вас будут сегодня специальные эксклюзивные предложения так вот мы можем всем этим друзья гордиться потому что все это сделано впервые за всю историю человечества исключительно благодаря краудфандингу технология струнного транспорта это единственный в мире масштабный проект который был профинансирован с помощью такого тоже инновационного подхода по по финансированию такого масштабного проекта потому что как вы уже заметили технология струнного транспорта она является отрасле образующим направлением почему будет будете дальше изучать информацию вы поймете глубину всех последствий того когда технология струнного транспорта начнет реализовываться большом количестве городов и стран почему это будет потому что уже на данном моменте городской грузовой транспорт они были сертифицированы и сейчас у компании десятки заказов на реализацию этого проекта на реализацию своих проектов в своих городах и странах на разных стадиях компания уже начинает получать оплаты и предоплаты за научно-исследовательские работы есть такая стадия feasibility это подготовительная стадия к проекту когда на этом этапе происходит просчеты проектные предпроектные исследования и потом компания делает уже окончательная техника экономическое обоснование по каждому из этих проектов для этого над этим трудится огромная команда инженеров и инженеров и конструкторов как вы уже видели что это около тысячи человек и это десятки различных конструкторских бюро то есть это огромнейший масштаб за средства инвесторов из краудфандинга компания сумела реализовать десятки тысяч квадратных метров виде производственных площадей коммерческих площадей а точнее офисных зданий сооружений сейчас у компании практически в центре города находится огромнейшее здание где работает вся инженерно-техническая команда и это друзья все находится в собственности компании на средства инвесторов из краудфандинга это друзья на самом деле такой нонсенс за последние сотни лет аналогичного проекта в мире нет и когда некоторые люди в комментариях пишут что максим вы преувеличиваете либо вы лукавить если аналогичные проекты друзья я вас разочарую если вы говорите о проектах связаны с эти направлениями но извините эти направления это вообще очень маленькая часть в том что реализовано юницким анатолием эдуардовичем потому что транспортно-инфраструктурном комплексе да в струнном транспорте в струнном транспорте использованы эти технологии в том числе где задействованы свои инновации в этом направлении если кто-то пишет в комментариях и говорит о том что есть например там компания которая с помощью краудфандинга сделал там мотор колесо либо еще там какие-то другие вещи то тоже друзья я вас разочарую что у нас свое мотор колесо только оно звучит по-другому и используются там другие технологии это тоже своя авторская разработка конструкторского бюро анатолий эдуардович и соответственно все остальные транспортные узлы технические моменты до связанные с технологией они все имеют свою инновацион и инновационность и связаны в одно целое поэтому такого масштаба проекта нет если есть скиньте покажите и опровергните мои слова но я четко знаю потому что это таких аналогичных проектов нет и для маленькой справки такие огромные гиганты ломы современного мира ломы это лидеры общественного мнения особенно в сфере инновации такие как илон маск ричард брэнсон и ряд других они за развивай развивались параллельно с нами и вот например технология hyperloop которую многие все восхваляли и все остальное вот данное направление не было реализовано проект hyperloop и лана маска был закрыт но для справки вам хочу сказать ту технологию которую они использовали для так скажем применения в будущем хотели это сделать анатолий эдуардович юницкий еще в семидесятых восьмидесятых годах своих чертежах об этом писал до перемещения в вакуумной трубе но он отказался от этого потому что это очень небезопасный вид транспорта потому что при разгерметизации такого транспортного сообщения а именно такого транспорта до человек просто погибает при разгерметизации кровь закипает за считанные секунды поэтому эти технологии они не являются безопасными и более того за это время они при наличии больших бюджетов больших возможностей не были реализованы и не доведены до конца мы же за это время находимся на мы находимся на стадии не только разработки а уже на стадии выхода на рынок поэтому именно сейчас друзья самое время не упустить возможность стать совладельцем технологии струнного транспорта потому что время которое остается до полноценного выхода на рынок самой технологии его остается очень очень мало и вы можете посмотреть потом в предыдущие эфиры мой позапрошлый эфир был посвящен выплате дивидендов там очень подробно компания рассказала в декларации дивидендов на ближайшие годы как это будет происходить и какова перспектива а уже здесь окей тогда я повторюсь дадим у нас англоговорящая аудитория немного пропустила информацию хорошо друзья хорошо так вот по поводу пакетов еще раз в данный момент на нашей платформе rsw systems проходит специальная акция которая позволяет каждому участнику нашей платформы и новому зарегистрированному зарегистрированному пользователю стать совладельцем технологии на максимально выгодных условиях и эти специальные предложения они связаны с тем что на протяжении всех этапов финансирования был дефицит инвестиций на протяжении десяти лет соответственно компания отписывала меньшее количество долей чем должна была отписывать на каждом этапе поэтому есть определенный пул долей у компании который позволяет сейчас делать периодически плавающий дисконт и вот наша акция называется summer disco discounts то есть летний дисконт который позволяет в два с половиной раза выгодней стать сейчас совладельцем технологии на примере ранее на сумму 50 тысяч долларов человек мог получить дисконт 40 сейчас по летней акции вы имеете возможность по дисконту 60 купить его всего за тысячу долларов либо в рассрочку 100 долларов в месяц у нас такая опция тоже есть далее друзья на сумму две с половиной тысячи долларов в месяц вы можете получить дисконт 65 и аналогично на сумму 5000 долларов вы можете получить дисконт 70 каждый из этих пакетов можно приобретать в рассрочку либо по 500 в месяц либо по 250 долларов в месяц либо по 100 долларов в месяц это Это первое условие акции, когда вам дают такой шикарный дисконт. Следующее условие. Вы имеете возможность разово сделать платеж, тогда вы получите плюс 10% за единовременную выплату. Это говорит о том, что к вашему дисконту добавляется еще 10%. Значит, дисконт на сумму 5000 будет 77. На сумму 2500 у вас дисконт будет 71,5. На сумму 1000 долларов у вас будет дисконт полноценно 66. И это, друзья, второе условие акции. И третье. Все клиенты нашей платформы, которые с 1 января 2024 года ранее приобретали пакеты в рассрочку, но на данный момент они их еще не погасили, они имеют возможность сделать единовременным платежом, сделать платеж, и они получат также бонус 10% по своему дисконту, который у них был на момент января месяца, либо апреля месяца, ну я имею в виду текущего года. Поэтому, друзья, я сейчас обращаюсь к клиентам платформы, которые уже давно и регулярно с нами являются нашими клиентами и инвесторами. Вы имеете возможность увеличить свой портфель досрочно, погасив свои рассрочки до 31 августа 2024 года. Поэтому, друзья, сейчас это самое время реализовать и сделать. Почему? В ближайшие несколько месяцев наша платформа пройдет окончательный ребрендинг, и у нас обновятся личные кабинеты, у нас обновится сайт, у нас обновится дизайн, название и маркетинговая составляющая. Соответственно, к этому времени у нас будет переходной период, когда мы начнем с нашей уже существующей аудитории готовиться к этому переходу. И вот в этот промежуток времени акций по таким дисконтам на платформе RSW Systems уже не будет. То есть, это я говорю к тому, чтобы вы понимали, акция, которая есть сейчас по вот этим дисконтам, где максимальный дисконт 77, их не будет уже вот от слова совсем. Поэтому я настоятельно рекомендую услышать сейчас то, что я хочу донести, а я доношу мысль, что, друзья, не упускайте возможности получить сейчас те шикарные дисконты, которые вам предлагаются. Когда мы будем запускать платформу Micron Global, а точнее делать ребрендинг платформы RSW Systems на Micron Global, кто еще этого не знает или хочет ознакомиться, посмотрите на нашем YouTube-канале видео за декабрь 2023 года. Я там очень подробно об этом дал информацию в интервью и дал еще разъяснительное и пояснительное видео. Все, что касается ребрендинга, там информация есть на нашем YouTube-канале, поэтому вы зайдите, подпишитесь и все для себя увидите. Но вот в период, пока будет происходить с сентября месяца переход на новую платформу, с сентября, я имею в виду, мы как точку отсчета берем, и осенью, к концу осени, я думаю, мы этот процесс закончим. И вот в этот промежуток времени акций уже таких по дисконтам не будет. Поэтому, друзья, не упустите эту возможность и, соответственно, дайте эту информацию, эту презентацию своим знакомым, друзьям, кто еще, как говорится, не в теме. А в этот четверг, буквально послезавтра, ровно через двое суток, в 18.00, у меня к вам будет уже более подробная информация по планам на ближайший сентябрь месяц, какие мероприятия мы проведем в сентябре, какие темы мы будем освещать. Я затрону последние достижения в развитии компании UST, в развитии технологии, что было достигнуто. И в четверг также озвучу о планах на сентябрь по работе на нашей платформе и в каком формате она будет происходить. Поэтому, друзья, у меня на сегодня все. Мы, конечно, вместо часа, как я планировал, сделали эфир почти на 2 часа, на час 40. Но я думаю, что эта встреча для вас была продуктивной, интересной. Если это так, напишите, пожалуйста, вашу обратную связь, насколько для вас была полезна сегодняшняя встреча и презентация, которую мы провели. Кто, конечно, уже наш постоянный клиент, вы закрепили какие-то знания для себя. Те, кто новые будут слышать, но однозначно я уверен, что узнать о такой технологии – это большая возможность была для вас сегодня. И у вас есть возможность, как говорится, заскочить в последний вагон. Я благодарю вас за ваше участие, за то, что вы делили время. Спасибо за ваши положительные комментарии. Все содержательно, все супер. Perfect as always. Благодарю, Саид. Спасибо большое. Благодарю, друзья. Благодарю за обратную связь. Я буду рад видеть каждого из вас на следующей встрече, которая будет у нас в четверг. Приходите, будет интересно. Будет ряд новостей, связанных как с платформой, так и по развитию технологий струнного транспорта. И также, друзья, еще раз напомню, всего 4 дня до окончания акции. Не проводите это время зря. Активно поработайте со своей аудиторией, со своими знакомыми. И рассмотрите, вот, так скажем, свою активную позицию. Всех благодарю. До новых встреч. А новая встреча будет ровно через 2 суток. В четверг, 29 августа, 18.00. Всем хорошего вечера и до связи. Пока-пока.